21 апреля 2021 года королева Елизавета отметила своё 95-летие. И вы знаете, в этом году никаких торжеств, как обычно в Британии, в связи с юбилеем королевы Елизаветы II не случилось. Елизавета осталась в своём Вензорском замке в окружении своих собак. Как сообщается, даже никто из её внуков, никто из королевской семьи Елизавету II в этот день не посетил. Королева очень сильно переживает смерть своего мужа, принца Филиппа, и его похороны. Также сообщается, что королева Елизавета в этом году даже не вышла к своим подданным. Как обычно, она всегда это делала. Она просто обратилась с очень кратким сообщением, поблагодарила всех за то, что её помнят и поздравили. Также сообщается, что её внук, принц Гарри, который прибыл на похороны своего дедушки, принца Филиппа, он не остался на день рождения королевы, чтобы её поддержать. Он уехал 19 февраля после короткого разговора со своим отцом, принцем Чарльзом, и со своим старшим братом, принцем Вильямом. Как вы знаете, на похоронах братья держались отдельно за похоронной процессией. Они шли на расстоянии. Но потом, как сообщали многие британские СМИ, что случилось как будто бы примирение между братьями, когда все увидели, как с процессией похоронной они пошли вместе и даже о чём-то разговаривали. Рядом с ними была Кейт Миддлтон также, и британцы все вздохнули с облегчением, возможно, братья даже и помирились. Но ничего подобного не случилось. Из дальнейшего выходило так, что они не смогли найти никакого понимания, и принц Гарри уехал к своей беременной жене Меган Маркл в Лос-Анджелес, в Америку. Ну, а в Британии продолжается траур по принцу Филиппу. И сейчас всё больше и больше всплывает мелких подробностей, которых вначале мы и не знали. Вот говорят, что вот этот вот букет, который лежал на гробе принца Филиппа, сделала сама королева Елизавета. Она собрала этот букет из разных белых цветов. Много говорили и о записке, которую оставила на гробе королева Елизавета для своего мужа. Что написала королева Елизавета своему возлюбленному? Провожая его в последний путь, никто, конечно, не знает. Единственное, что письмо было подписано от Лилибет. Так нежно называли королеву Елизавету в детстве, когда она не могла выговаривать своё полное имя Елизабет, и говорила Лилибет. И вот именно вот это нежное имя она передала и своему мужу принцу Филиппу. Ну и похоже, что в минуты нежности именно так он её и называл. Королева Елизавета хотела таким образом подчеркнуть свою нежность к принцу Филиппу. Невозможно не заметить и то, что королева Елизавета очень сильно изменилась. Она похудела, осунулась, и впервые за всё своё правление, как говорят, она вышла без макияжа на публику и не могла скрывать своих слёз. Поэтому практически всю церемонию прощания она стояла, наклонив низко голову. Королева сидела в одиночестве и держала в руках свою маленькую сумочку, в которой она принесла на похороны две вещи от принца Филиппа. Первая — это его платок, и вторая — это их совместные фотографии медового месяца, который они провели после своей свадьбы в 1947 году на Мальте. И королева Елизавета очень любила и эти фотографии, и то замечательное время полной любви и гармонии. Королева Елизавета очень любила своего мужа. Это была её первая и последняя любовь всей жизни. А вот про принца Филиппа говорят по-разному. Многие говорят, что когда-то он даже в период откровенности сознался, что это был брак по расчёту, потому что опальный принц Филипп тогда не имел ни копейки за душой. Стало также появляться множество подробностей о последних днях принца Филиппа. Говорят, что он себя чувствовал очень плохо уже довольно долгое время. И когда его отправили в госпиталь, там ему сделали операцию на сердце, и сказали, что сделали это только лишь для того, чтобы дольше поддержать принца Филиппа, и, возможно, чтобы он дожил до своего столетия. В прессе появилось множество фотографий принца Филиппа, когда его возвращали из госпиталя. И вот даже в приветственном жесте он попытался поднять руку, как обычно он это делает, но у него даже на это абсолютно не хватило сил. И все просто поразились, те, кто увидел эти фотографии, как изменился принц Филипп. Он был просто совершенно не похож на себя. Видно было, что в его глазах уже отражается вечность. Говорят, что принца Филиппа вернули домой, просто зная его пожелания, что он всегда хотел умереть не в больнице, а в своей постели. И поэтому, после того, как спустя какое-то время принцу Филиппу опять стало плохо, королева Елизавета не отправила его в госпиталь, а он уже остался дома и умер в своей постели. И вот это вот все, вы знаете, когда смотришь на эти фотографии, эта жизнь промелькнула просто моментально, огромная жизнь длиною в век. Как все быстротечно и как меняет время облик людей. Друзья, на этом я с вами прощаюсь. Пока.